Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое во всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 6 декабря, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Титу. Глава 1, стихи с 5 до конца главы, и глава 2, первый стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, Критине всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Не внимай иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы приступаем с вами к чтению послания апостола Павла к Титу. Как мы говорили уже, читая первое и второе послания к Тимофею, о том, что эти послания входят в корпус так называемых пастырских посланий. И как мы видим, действительно, здесь есть очень много практических советов Титу, о том, как нужно вести себя в общине, и мы видим очень важные советы о таинстве священства, о таинстве поставления в иерархию. Это говорит нам о многих вещах. Например, о том, что священная иерархия существовала уже и во времена апостольские, то есть это первый век. И это очень ранняя структура церкви, сформированная именно тогда. Нужно понимать, что в том виде, в каком мы имеем сейчас иерархию, она формируется постепенно, с течением времени. Но основные функциональные моменты и богословские моменты, проявляющие себя через священную иерархию, священноначалия, они заложены уже в Новом Завете, в апостольский век. Это необходимая структура управления церковью, как мы видим из посланий апостола Павла. И он говорит как раз-таки о том, каким должен быть кандидат на священническое служение, то есть пресвитерское, и на епископское служение. Говоря о пресвитерах, он говорит, что нужно, во-первых, поставлять то, что начал делать сам апостол Павел. Ведь он говорит, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров. То есть изначально это делал апостол Павел. Как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности. Вот это основные критерии тогда были принятия в сан священства. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не биться, не крыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать». И здесь мы видим также, что пресвитер и епископ, они еще не отделены друг от друга, еще не сформировалась четкая структура, четкая терминология. Это сейчас мы разделяем священников, называем пресвитерами, а архиереев – епископами. И именно по той функции, которую, по сути дела, они выполняют в церковной жизни. Тогда же было несколько расплывчатая терминология, которая потом начинает выкристаллизовываться в течение развития общины, с течением церковной жизни. Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Главное, один из главных критерий поставления в епископский или пресвитерский сан – это, конечно же, умение учить, умение проповедовать, проповедовать как своей жизнью, потому что священник должен быть не гневлив, не пьяница, не сребролюбив, не бийца, то есть человек, который дерется, который бьет других людей, не может сдержать свой гнев, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Это все образ жизни человека. И это тоже проповедь. И апостол Павел говорит о том, что должна быть как проповедь жизни, так и проповедь словом. Почему? Почему должна быть проповедь словом, и епископы, пресвитер должны обладать этим даром? Потому что, ибо есть много и непокорных, пустословов, обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти. Потому что, как во времена апостола Павла, так и в дальнейшем в общины, общины еще тогда только формировались и искали себя в своей церковной жизни, опираясь на Христа. И вот были те, которые делали это корыстно, из каких-то своих корыстных побуждений, извращая учения апостола Павла, вернее, благовестия Христова, которое распространял апостол Павел и другие апостолы. Поэтому епископ должен видеть эти проблемы и уметь их правильно обличать. Из них же самих один стихотворец сказал «Критине все лжецы, злые звери, утробы ленивые». Но здесь апостол Павел говорит в целом о жителях Крита и приводит здесь цитату из древнегреческого философа, который жил за шесть сотен лет до Рождества Христова и в то время точно охарактеризовал жителей этого острова и тем самым дал прекрасную почву для слов апостола Павла. И когда он говорит об этом, что «Критине все лжецы», используя даже не свое мнение, а мнение их соотечественника, философа, он хочет сказать, что да, они действительно обладают вот таким пороком и, соответственно, они легко привечают и встречают таких же лжецов и очень падки на эту лживую лесть, которую предлагают им различные лжеучителя, особенно изобрезанных, как говорит апостол Павел. «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть». В толковой Библии Лопухина мы читаем комментарий на этот стих, где говорится, что «для чистых все чисто». Здесь высказывается та же мысль, какую высказывал Господь Иисус Христос и сам апостол Павел. «Для людей чистых сердцем и совестью все кажется чистым, и ничего таких людей не оскверняет тело и его отправление. Для людей же нечистых и в мысли, и в жизни все представляется всякий предмет кажется таким, который непременно должен возбуждать в них нечистые мысли и пожелания». По словам «ум» имеется в виду все внутреннее содержание человека – настроение, убеждение, понятие, мысли, намерения и действия, а по словам «совесть» нравственное сознание образа мыслей и действием пред лицом закона. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Мы видим, что апостол Павел дает практические советы епископу Титу, которого он поставил завершить то дело, которое начал апостол. Мы видим его отеческую любовь и его пастырскую заботу не только о епископе, о своем сподвижнике Тите, но и о всех критинях. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое при и выше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова